Приветствую! С вами Елена Литвиненко. Я специалист по развитию голоса, техники речи и мастерства публичных выступлений. Если вы смотрите это видео, то скорее всего, что эти предметы вас интересуют. И сегодня я хотела бы поговорить о таком вопросе. Почему у них получается, а у меня нет? Кто такие они? Это какие-то хорошие ораторы, которые вам нравятся. Вы сравниваете то, что они делают, с тем, что делаете вы, то, как вы произносите свои речи, то, как вы разговариваете, то, как вы общаетесь, и результат вас не очень радует. Почему же так получается? Когда какого-то хорошего оратора спрашивают, которому от Бога, как говорится, дано красноречие, как у тебя это получается? Что ты такого делаешь? Где твои секреты? Я хочу у тебя научиться, что нужно делать? Как правило, эти люди отвечают, ну, нужно практиковаться, побольше практиковаться. Я вот практиковался, практиковался и имею такой результат. Практиковаться – отличная рекомендация, но можно много практиковаться, но при этом абсолютно не знать никакой теории и результат соответствующий. Если вы спросите о том, что я делаю не так и как бы мне улучшить ситуацию, скажем, у какого-то тренера по ораторскому мастерству, он прежде всего начнет вам рассказывать о теориях. И вы можете быть нашпигованы этой теорией по самые краям. Тем не менее, у вас будет мало практики и, опять же, результат, ну, вы сами понимаете. И истина, она где-то посередине. И, естественно, любой человек, который недоволен существующим положением, начинает искать какую-то информацию. Скажите, как вы ищете эту информацию? Что вы, грубо говоря, вбиваете в поисковую строку браузера? Что вы ищете? Вы ищете ораторское мастерство или ораторское искусство, или риторику, или упражнения, или по голосу, и так далее, и так далее. Однако то ли вы ищете, что вам нужно? Давайте разберемся. Что же такое риторика? Риторика — это, скажем так, первая ступень, с которой желательно начинать. Это наука об ораторском мастерстве. По большому счету это теория, то есть правила, законы, алгоритмы, умение, рекомендации, как собирать информацию, как составлять речь, как вести себя при выступлении, теоретические выкладки. Мастерство ораторское — это, скажем так, вторая ступень. Это, собственно говоря, практика. Это какие-то приемы, это какие-то техники, это умение владеть залом, удерживать внимание, секреты, нюансы, тонкости и так далее. Практические вещи — это есть мастерство. Тогда что же такое ораторское искусство? Ораторское искусство — это риторика и мастерство ораторского выступления вместе. Плюс чуточку волшебства, вдохновение. Любой актер или хороший оратор, когда он выходит в публике, он отдаёт очень много энергии. Поверьте, хорошие профессиональные актеры после своих выступлений, они просто измочаленные, потому что они отдали много энергии публике, зрителю. Если у вас есть что сказать, и вы отдаёте эту энергию, и вы владеете теорией и практикой, это и будет ораторское искусство. И, конечно же, есть какие-то три краеугольных камня, назовём их так, на которые каждый оратор мог бы опереться для того, чтобы речь его вышла. Прочная, продуманная и привлекающее внимание. Какие это камни? Поговорим в следующий раз.